Данил Маскаленко 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 Это информированность персонала, это должно быть как-то внедрено и в тренинги, то есть информированность о данных. Давайте у юриста спросим, если такая ситуация возникает, можно ли здесь говорить о защите прав? Часто ли возникает такая ситуация, когда человек, который столкнулся с этой болезнью, потом каким-либо образом ущемляется? При приеме на работу, еще как-нибудь? Ну, конечно, нужно сразу учитывать, что это все-таки социально значимое заболевание. И Кодексом здоровья народа и системы здравоохранения Республики Казахстан предусмотрены данные гарантии. Так, даже если мы будем говорить о социальных гарантиях, здесь нужно сразу сказать, что больничный лист лицам больных туберкулезом выдается на 8-10 месяцев. То есть тем самым поддерживается их содержание. Надо учитывать, что лечение проходит на бесплатной основе. Это тоже является гарантией за больными, которые находятся на принудительной форме лечения. А это происходит в том случае, если больные уклоняются от лечения, учитывая, что это инфекционное заболевание, не сохраняется статус судимого. То есть статус судимого не присуждается. Сохраняется жилье, если это из жилищного фонда. Сохраняется стаж работы общий на протяжении полного процесса лечения и реабилитации. И после прохождения принудительного лечения по выздоровлению, значит, они переходят на общий статус профилактики и контроля. Давайте вот в Алмату сейчас подключим, с вашего позволения. У нас есть там два наших собеседника. Также они представляют межрайонный противотублюзный диспансер города Алматы. Вот у нас есть вопрос по WhatsApp поступил. Через сколько времени от начала лечения заразный больной может стать не опасным для окружающих? Вот животропеющий вопрос. Если я там в автобусе еду, с одной стороны будет кто-то кашлят, и мне покажется, что он болеет. Заболею ли я? Вот так, наверное, сформулирую. Ну, конечно, это очень такой один из главных вопросов, которые на сегодня задают наше население. Необходимо помнить, что хотелось бы сказать, что согласно приказу 19-го Министерства здравоохранения и социального развития, вышедшего в 2014 году, больные, находящиеся на лечении в противотуберкулезном диспансере с ограниченными формами, незаразные больные могут начинать лечение в амбулаторных условиях, и, соответственно, они могут продолжать работать. А больные с заразными формами могут через 2-3 недели после полноценного лечения противотуберкулезными препаратами, эти больные становятся незаразными, и они не предоставляют, не становятся... Да, 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 мы вас слушаем, слушаем. Они могут находиться, да, они могут находиться в обществе и, соответственно, могут выходить на работу. Но это только в том случае, когда будут микроскопическое подтверждение о том, что больной не заразен для окружающих. Если будет 2 отрицательных анализа, то он полное право имеет лечиться амбулаторно, находиться в обществе и находиться среди своей семьи. Уржамала Мертаевна, вы как юрист когда-нибудь сталкивались после того, как сейчас нам Каролика Шнурахметовна рассказала, вот эти все вопросы, процесс с фактами дискриминации лиц, которые перенесли туберкулез, в сфере труда в частности? Да, мы сталкивались с такими вопросами. У нас была дискриминация, во-первых, в соответствии с трудовым кодексом Республик Казахстан, пунктом 1 статьи 6, предусмотрены независимо от положения и перенесенных заболеваний, имеют право на восстановление, на работу, запрещается дискриминация в сфере труда. Каждый имеет равные возможности реализации своих прав и свобод в сфере труда. Они могут устроиваться обратно на эту должность, на это место. Во-вторых, приказ Министерства здравоохранения и социального развития Республик Казахстан от 31 марта 2015 года, номером 183, выдаются, утвержден правило проведения экспертизы времени нетрудоспособности, выдачи листа и справки о времени нетрудоспособности. Да, пунктом 74, при временной нетрудоспособности за лицом сохраняются его работы, учебы, после окончания курса лечения без потери квалификации и заработной платы. Спасибо, я позвольте вас перебью, есть вопрос просто интересный от телезрителя, наверное, вот вы как главврач все-таки, Анна Борисовна, ответите. Добрый вечер, стоимость лечения одного больного туберкулезом, подскажите, пожалуйста. Это же государство все гарантирует? Конечно, это прописано в кодексе здоровья народа и системы здравоохранения, что больные туберкулезом полностью обеспечивается лечение в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, то есть оно бесплатно. Позвольте, Данил, я продолжу вопрос, тот, который вот сейчас обсуждался, и моей коллегой из Алматы, которую подняла Евгения. Это очень серьезный вопрос, который называется стигма в отношении туберкулеза. И то, что вы проговорили о дискриминации, на мой взгляд, дискриминация – это последствия стигмы. Начинается все со стигматизации, с того социального ярлыка, который общество, коллектив, предприятие, даже семья, мы с этим медиками тоже сталкиваемся, навешивает на человека, который заболел туберкулезом. Почему это происходит? Конечно, это, в первую очередь, происходит от незнания, от неинформированности в отношении этого заболевания. Поэтому надо понимать две очень важные вещи. Во-первых, что туберкулез – заболевание излечимое. Излечимое сейчас достаточно в определенно короткие сроки, потому что у нас есть целый набор препаратов. Это обеспечивает полностью наше государство. У нас есть современные методы диагностики. То есть лечение очень целенаправленное. Значит, вот действительно, как говорила моя коллега, достаточно быстро он может приступить и начать работать. И даже он должен социально реабилитироваться для того, чтобы дальше продолжать свою деятельность. Ну и второй момент, который необходимо знать, это вообще динамику ситуации по туберкулезу в стране. Я просто хочу сказать, что за 10 лет заболеваемость в Казахстане уменьшилась 2,4 раза. Смертность уменьшилась 5,3 раза. То есть, если раньше количество впервые заболевших по Казахстану больных составляло в порядках 22 тысяч, это в 2000 году. Сейчас это не более 9 тысяч в год. Вот вопрос, кстати, вот сразу, что называется, в тему, сколько людей, живущих с формой устойчивой к лечению туберкулезом сейчас в Республике Казахстан. Это вообще проблема для нас? Ну, вообще, это проблема мировая. Проблема устойчивого туберкулеза, она глобальная проблема. И ВОЗ ее комментирует. С чем связано? И часто задают вопрос, почему есть такая проблема устойчивого формы туберкулеза. Вот данные ВОЗ говорят о том, что для того, чтобы была какая-то рациональная борьба в стране с устойчивой формой туберкулеза, вообще в мире, очень важно, чтобы была полная доступность к современным методам диагностики и полная доступность к современным методам лечения новыми препаратами с гарантированным качеством. Отлично. Как у нас дела обстоят вот с этим? Я хочу сказать, что в Казахстане, я уже это проговорила, за счет государства у нас обеспечивается полностью противотуберкулезными препаратами. Кроме того, с 2016 года у нас реализуется в Казахстане пилотный проект в рамках проекта НТБ, это конец туберкулеза, реализуют партнеры во имя здоровья, это Гарвардская медицинская школа о лечении препаратами нового ряда. То есть у нас появились сейчас новые противотуберкулезные препараты для борьбы как раз с устойчивой формой. То есть тех пациентов, которым нам было сложно лечить, сейчас мы их лечить можем. И этот пилот показывает очень хорошие результаты у нас по Казахстану, излечиваемость достаточно высокая. То есть все для этого сейчас делается. Методы диагностики современные есть у нас. С 2013 года в Казахстане внедрены генно-молекулярные методы диагностики, которые позволяют в течение трех часов определить и саму возбудитель туберкулеза, и устойчивость к нему. Это значит правильное лечение. Такой доступности в каждой стране, к сожалению, мира нет. Смотрите, интересные вопросы есть по WhatsApp поступили. Так, ну сколько помощь стоит про туберкулезе? Мы уже осветили частично то, что кумыс помогает при лечении. Это правда или нет? Как наши показатели по туберкулезу, если их сравнивать с мировыми? И что в целом наша система учета отличается от европейской вопрос? И что надо делать, если сосед по лестничной площадке оказался больным? Надо ли проверяться? Ну, начнем с вопроса о кумысе. Кумысы сейчас очень как-то в тренде, вопроса у мало, которые тоже очень много об этом говорят. Но вообще это давнее народное средство, средство народной медицины. И мы, наверное, напомним, еще в 19 веке организовывались такие первые лечебницы, кумысы-лечебницы. И это изучено, свойства кумыса. На чем она основана? Усиление обмена веществ, усвоение всех питательных веществ. Пациенты очень быстро набирают вес, повышается иммунитет. То есть это очень благоприятно для больных туберкулезом. Такое же действие и парного кобылевого молока Саума. Значит, что нужно делать, если заболел сосед по лестничной площадке? Это очень важный вопрос. На самом деле, действительно, и важно, что его задают. Потому что, когда мы говорим о том, где нам искать туберкулез, то нам надо обязательно сказать о группах высокого риска. То есть те, у которых может возникнуть туберкулез. А у кого он может возникнуть? У близкого контакта. И на сегодняшний день, конечно, в первую очередь, это семья. Вот вы тоже задавали вопрос, обсуждался вопрос, значит, говорили, если чухнет в автобусе кто-то, да, могу ли я заболеть туберкулезом? Конечно, нет. Это не высококонтакеозное заболевание. Нужна длительность контакта. Поэтому важно семейный контакт. Это первый наш круг контактных, который важно правильно отследить. Потом родственный контакт. То есть те, кто приходит в семью. И близкий контакт по работе, учебе, а также те, которые лица находятся рядом и проживают рядом. Очень важно. Чем больше контактных мы обследуем и пронаблюдаемых в течение определенного времени, тем раньше, возможно, мы можем выявить туберкулез. Это один из очень эффективных мер контроля, который сегодня день в мире. Да. У нас пять минут остается. Давайте Алмату подключим. У нас вот врач-фетезиатор межрайонного противотуберкулезного диспансера, там, Королика Шнурахметовна. Как у вас вопросы профилактики решаются? Расскажите, пожалуйста. И вообще, есть ли проблема, что люди не хотят обследоваться? Ну, проблемы о том, что люди не хотят обследоваться, конечно, она есть. Но это не говорит о том, что все население так думает. Проводится определенная санитарно-просветительная работа, направленная на раннее выявление туберкулеза. Очень много читается лекций, прокручиваются ролики. И мы стараемся как можно больше охватить население именно санитарно-просветительной работой. И в тех местах, где имеются скопления людей, эти мероприятия проводятся. Если позволите, да, вот еще вопрос уточняющий от нашего телезрителя. Да, спасибо, да. Здравствуйте, вы так и не ответили. Остается заработная плата за больным. Вас ведущий перебил. Я прошу прощения, вы, да, наверное, можете ответить. Зарплата остается за больным или нет? Сохраняется стаж работы общей. Заработная плата в данном случае не может быть сохранена, потому как выплачивается пособие по временной нетрудоспособности. Хочу уточнить, что пособие по временной нетрудоспособности устанавливается в соответствии с установленными законодательствами в республике Казахстан. И надо тут еще отметить, что не для каждого заболевания устанавливается срок временной нетрудоспособности 8-10 месяцев. Это исключительно для туберкулеза, учитывая его социальную значимость и длительность лечения. Так, как уберечь себя от заболевания? И тут же, можно считать, ответ тоже по WhatsApp пришел. Мнение телезрителя, надо улучшать экономическое положение людей в стране, чтобы улучшить положение, ну, видимо, с суберкулезом. Что-то добавите? Конечно, потому что, говоря о профилактике, можно сказать о профилактике индивидуальной, ну и, конечно, о социальной профилактике. То, что написал сейчас наш телезритель по WhatsApp, нужно улучшать экономическое благосостояние вообще каждой семьи, это вопросы социальной профилактики. Конечно, всегда задают вопрос, почему один заболевает туберкулезом, а другой нет? Потому что иммунитет. И вот почему, мне интересно, иммунитет, потому что... Правильное питание. Конечно, правильное питание, отказ от вредных привычек, занятие спортом. Все то, что укрепляет иммунитет, дает нам защиту от туберкулеза. Все то, что ослабляет иммунитет, дает вот такой вот брешь, когда бактерия туберкулеза начинает поражать наш организм. Поэтому вот есть заболевания, которые мы считаем такими заболеваниями и фонами в отношении туберкулеза, которые сами могут ослабить иммунитет. Вот таких пациентов обследуют чаще, обследуют по определенным правилам. Вот поэтому... Давайте, да, завершаем наш эфир, потому что время подходит к концу. Мне просто интересно спросить, вот есть такой вопрос влияние туберкулеза на ведение бизнеса в ближайшие пять лет. Ваша оценка? Учитывая то, что я сказала, что эти показатели сейчас улучшаются, то и показатели нашей распространенности туберкулезом прогрессивно улучшаются в Казахстане, мы, наверное, следует предполагать, что эти показатели должны улучшаться. И очень важно, когда мы будем больше говорить о снижении стигматизации в отношении больных туберкулезом, вероятнее всего, и будет более прогрессивно снижаться показатель, который зависит от мнения работодателя. Ну что ж, спасибо большое. Я вас благодарю за эту интересную беседу. Мы сегодня выясняли, влияет ли туберкулез на бизнес. Ну и в целом мы изучили все правовые, так скажем, аспекты этого заболевания. Вам спасибо за внимание, вам спасибо за интервью. Всем до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!